у меня нет клуб у меня просто есть заполнение пространства цветами вот я постепенно вокруг себя все просто но все-таки с чего вы начинали вот какого места не помните потому что гектар участок большой приехала я жила вот в том вагончике это 7 лет я пришла 7 лет вот в этой стороне начинались грядки начал я копать вручную небольшой прудик поскольку первые года были сухие и было понятно что без воды вырастить просто ничего невозможно сейчас я почти не поливаю но есть периоды когда нужно поливать это с весны пока растение еще не окрепли корневая система не достигла достаточной глубины растение иногда приходится поливать а дальше уже при мульчировании при таком как бы даже с весны непостоянном поливе то есть растение ну чувствуешь чтобы как бы заставляешь даже растить корни как можно углу то есть можно а воду используйте именно из прудов да ну вначале из прудов использовала сейчас вот у меня подведена река и из речки конечно удобнее он из шланга течет сейчас я поливаю кусты жимолости кусты крыжовника все они нуждаются в поливе осенним особенно при таком сухом лете для того чтобы на следующий год дать и вообще моя самая главная работа землей проходит именно осенью осенью я докажут все что недокошено обрезку произвожу кустарников но уход за цветами но пересадку цветов в сухое время нельзя производить вот сейчас в осень многие цветы если перестали что им трудно будет переживать зиму надо дождаться дождей дождей или уже на следующий вообще всегда надо иметь виду что чтобы растение ушло в зиму укорененное не то что корни там где-то выросли мы когда пересаживаем мы очень много корней то есть надо дать возможность до холодов и вот например мальва весной по пересаженные переживается почти практически сто процентов осенью пересаживаю огромный куст и кажется ну корневая система мощная причем молодой куст выкопала скобом земли пересадила на другое место весною жду когда же она начнет расти а она не растет не пережила зиму северных краем семена привезены вологи рыбаков из семян вырастила я у него приобрела но вот здесь вот это удачно посажено на хорошо растет я еще думаю не дать вверх россии или может быть подстричь вот березки приятное растение ну пойдемте дальше но пускать их близко к огороду не 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 вот чувствуется насколько отвечает это зелено хорошо а есть сухо все работа березок то есть как осушитель тоже хорошо работает где-то на какой-то площадке где нужно чтобы было сухо здесь лишние деревья это у у меня мой внук работал и вот пример работы березки рядом березовый здесь в этой грядке достаточно много аркеганику я вносила но вот такие маленькие цветочки все ждешь от них ну хорошая это это вот береза да это все береза так что я идем наметила под нос поскольку здесь уже достаточно это тюльпанное дерево ну не знаю дождемся мы от него тюльпановый или нет поскольку дерево у нас превращается вкус лишь красивый а когда его еще осень разными цветами он будет просто замечательно красивый но он вымерзает да да он подмерзает не все выживает срезаешь и потом смотришь да такая кустистая форма вот флопсы удивительно осень они цветут а началось цветение конца июня не позже разные сорта флопс имеют разные сроки цветения и поэтому можно их подбирая разные сорта все лето иметь на свое в своем поместье цветущие флопсы а от флопс идет нежный аромат и яркий красивый цвета еще один способ удлинить срок цветения флопс это в определенное время обрывать макушечки тогда они дают то есть не участие побегов оборвешь макушечки другие оставить что вначале цветут не оборванные а потом те побеги которых оборвали макушечки дают боковые побеги и они зацветают но попозже а то макушечку которую оторвал сажаешь специальную грядку которая находится в тени плюс закрываешь белым укрытым чтобы еще подкинуть но поливаешь это я покажу свои грядки и причем стопроцентная приживаемость и осенью этого года они уже зацветают пусть это один побег но это уже с полноценной корни это пока не пока не цветет вот надо вот эти макушечки да пока они не цветут период цветения если сейчас черенковать то это уже вероятность приживания очень низкая а до цветения получается вот эта вся грядка она выращенной именно сюда пересажены черенки и примечательный тем что в нем живут пиявки вот в этом году мой внук 25 пиявок то есть это вот настоящие аптекарские 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 это вот аптекарская там же разные еще конские бывают и так далее какие-то конские такие они другого вида они страшно более страшноватые такие нормальные и зелененькие но я рассматриваю ну вы в эту в эту в банке живут пока я их не использовали а это здесь вы запускали эти пиявок или они сами как-то там вот в этом пруду ну как сказать было время когда я использовала пиявок и потом выпускала вот я заметил если вот открытое пространство конечно там труднее вот кабачки померзли на открытом а вот где закрыты более-менее то да у меня есть места но такие вот жирненькие листья поли часто поливали потому что вообще не поливала вообще не поливали потому что но она видно здесь вот черные по они по черному корону или она частично по удобрение какое потому что как бы кабачков очень же любят такое удобрение чтобы было навоз трава вокруг растущие навоз я мало использую и в основном для того чтобы вот когда у меня много травы собирается чтобы так слегка посыпать я смотрю тут у вас и кедры рядом то есть огород такой смешанный до ли леса огород да здесь у меня была грядка на которой я кедры сеяла однажды к нам приезжали а так это прямо из орешков да да из орешков и вот один самый мощный я стояла остальные кедры все кедры которые у меня рассажены по моему поместью они как раз с этой грядки но он так чувствуется очень хорошо выглядит вот ему понравилось при рост а вот так что будем ждать шишек было я оттуда брала землю на гряды вокруг расположенные а потом в эту ямку стала сбрасывать корни и ветки все подарят а в этом году закрыла черным укрывным сделала дырочку немножко земли посадила кабачки они такие жирные а то что внизу значит более активно перегнивает и все это будет кормом для данного кедра поскольку почва очень плодородные плодородные глинистые суглинок глинистая почва разве она плодородные суглинок да это очень плодородные в ней очень много микроэлементов а в данном месте поскольку влажность повышенная низинка то и растительность очень пышная и пышная дикая растительность но посадить что-то культурное вырастить не так просто на этой земле дикой растительность там подбираются именно те растения которые сами своей корневой системы создают структуры почвы и весной при снега тайне когда много воды если это будет голая почва то там все замоется никаких никакой структуры не остается а вот те растения которые приспособлены делать структуру они пышно растут на этом месте а если ты посадишь что-то в эту грядку если ты даже перекопал там там взрыхлил ее посадил при первом поливе при первом дожде опять все это нарушается поэтому здесь нужно применить некоторые хитрости во первых много органики вот травянистой растительности вносить как бы перекопку делать осторожней то есть не очень хотя нужно взрыхлить почву обязательно нужно эмульчировать чтобы дожди не прибивали ну а поливать здесь особо не надо потому что по глинистой почве по мелким спорам вода снизу легче поднимается более верхней стволы чем на песчаной почве вообще принято считать как плодородная почва это чернозем они суглинок суглинок это считается так интересно а черноем на чем какая материнская почва у черноема какая основа или черноем это есть и на болоте перегнившие но сначала накопленные но не на болоте даже на более влажных местах перегнившие органические остатки которых много просто делал дело времени получается создать такую вот да это дело времени создавать такую почву